Внимание! Наш! Вовремя среагировать на стартовый сигнал на короткой дистанции означает получить большое преимущество. 14 апреля на стадионе «Алим» прошли первые за последний год районные состязания по легкой атлетике. Первый раз мы наконец-то вышли на воздух. Дети соскучились уже по движениям именно на воздухе. Дышать охота свежим воздухом, а не пыльным залом. Первенство детской юношеской спортивной школы по королеве спорта не проводилось аж с весны 2019-го. Поэтому соревнования на свежем воздухе – это большое событие не только для организаторов, но и для самих ребят. Ну да, потому что зимой и в школе как-то не очень заниматься. Лучше на свежем воздухе и разминка лучше. На старте юноши и девушки из школы района приехали целыми командами под руководством педагогов, которые подсказывали, переживали. Поддерживал участников и судья Вазген Гакарян. Он советовал спортсменкам, как правильно стартовать с помощью колодок. Многие ведь уже забыли. Сначала вот так встают прямо, ноги поставили и уже потом подбираете все остальное. Для меня сейчас вот это близко. У участников горели глаза. Если уж не победить, то показать лучшие секунды хотели все без исключения. Иногда это оборачивалось непредвиденными ситуациями. Что ж ты не упадешь? Огонился. Живой, что ли? Рука села? Ага. В этот день соревнования проводились как на спринтерских, так и на средних дистанциях. По словам тренера СП «Дюзш» по легкой атлетике Ольги Ращенко, длительная пауза негативно сказалась на подготовке молодых спортсменов. Она, мягко говоря, то есть подготовка, оставляет желать лучшего. Большая радость, конечно, что наконец-то соревнования начались. Будем стараться как-то повышать функциональные возможности детей, потому что никуда не годится. Начинаем все с нуля. Дети маленькие, которые ходили на тренировки, они даже намного выглядят сильнее, намного выглядят задорнее, чем взрослые. А взрослые – это нули. Прямо в полном смысле этого слова. Однако начало положено. Впереди много тренировок и соревнований. Нет сомнений. Серьевская легкая атлетика снова выйдет на свой привычно высокий уровень. Дмитрий Сруков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Спасибо.